Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Пи-пи-пи-пи-пи. Эта золотая булка. Пожарай, ка тебя прошу. Вот это кто? Да это что за мои подушкой, а начались? Срочно плюсы всем! Всем привет. Сегодня я в студии не одна. А? С двумя ананасиками. Один у меня на футболке, а другой ананасик вот тут вот. Опа! Ой, 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 ой. У нас будет необычное видео. А видео-эксперимент. Дело в том, что на нашем канале есть самое популярное видео о минусах яркширских терьеров. Так вот, яркширский терьер на самом деле это вообще не про минусы. Яркширский терьер это один огромный сплошной плюс. Да, Квикуш, ты как считаешь? Я требую опровержения! Я требую опровержения первого видео! Срочно! За то время, что Квики живет с нами, это больше года. Я успела для себя составить такой список. У меня будет 10 плюсов и один бонусный. Всего за 4 минуты я расскажу вам о плюсах породы яркширский терьер. Так, заводим будильник. Точнее не будильник, а секундомер. Я сама не знаю, что из этого получится, потому что плюсов, блин, много. Итак, поехали! Первый плюс яркширского терьера это прекрасный верный друг, компаньон. У него замечательный характер. Он всегда поддержит вас вообще в любом начинании, в любой идее, затее. Он всегда будет за все, чтобы вы не придумали, всегда поддержит вам компанию. Мой муж называет нас Элли Татошка, потому что Квики абсолютно всегда со мной, всегда, в общем, меня во всем поддерживает. И мне это очень приятно, это иногда очень нужно. Следующий пункт очень важный. Йорки не линяют. Он может прислоняться к мебели, к одежде, ко всему чему угодно. Он не оставляет волос. Это плюс, потому что другие породы собак, ну вы знаете, да, от них очень-очень много шерсти. Следующий. Йорков можно выгуливать один раз в день. Либо не выгуливать вообще, либо выгуливать как обычную собаку. Все будет зависеть от того, как вы его воспитаете, как вы с ним договоритесь. Мы к Вике выгуливали один раз в день такую хорошую часовую-полуторачасовую прогулку. Но сейчас, когда мы исполнилось год и три, я объективно по нескольким причинам поняла, что мы будем переходить все-таки на дневное. На двухразовое в день гуляние. Но знаю очень много семей, знакомых, у кого мелкопородистые собаки, они вообще не выгуливаются. Они содержатся дома и тоже ок. Так, у меня времени же остается мало. Следующий пункт. Йорки, благодаря тому, что у них очень хорошая память, они прекрасно обучаемы. Квики знает порядка семи команд, сидеть, лежать ко мне. Мы продолжаем, ну, много команд. Мы продолжаем учить сейчас еще новую. Сейчас мы учим кувырок. В общем, обязательно обучайте ваших Йорков. Будет еще интереснее. Следующий пункт. Это из-за того, что Йорки очень компактных размеров и они мобильные, их удобно брать в дорогу. Можно вручную кладь, можно в руках, можно в автомобиле. Соответственно, в общем, удобно путешествовать. Это такой travel-друг. Следующий пункт. Никогда, Яркширский интерьер никогда не даст вам грустить. У нас есть видео на канале, когда я пыталась заплакать. И посмотрите, что из этого получилось. Если Квики даже находится в другой комнате, и он видит, что у меня, чувствует, что у меня плохое настроение, или я собираюсь заплакать. Он бежит, как спасатель ко мне. Такой, так, что случилось? И уже я чувствую, он начинает готовиться меня всю, облизать все лицо. И поэтому я начинаю смеяться уже заранее. Улыбка у меня на лице. И даже, вообще-то, плохое настроение как рукой снимает. Следующий пункт. Йорк не... Он антиаллергенный, гипоаллергенный. То есть, если вы аллергик, Йорк это прекрасный выход. Но, 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 всегда нужно, конечно же, тестировать, пробовать, договариваться с заводчиком. Потому что, если вы заведете собаку, и окажется, что у вас аллергия, ну, вот тут уже поздно. Поэтому заранее все это узнавайте. Следующий пункт. Йорки очень дружелюбные. Квикушка, ты куда побежал? Ну-ка, в кадр, в кадр, в кадр. Йорки очень дружелюбные собаки. Он готов дружить с другими животными, со всеми собаками, которых только видит. Со всеми людьми, с прохожими. Со всеми друзьями, нашими родственниками, кто заходит домой. В общем, с маленькими детьми. Он очень-очень доброжелательный, верный друг. Следующий пункт. Удобно содержать в квартире. Опять же, из-за маленьких размеров Йорка, даже малогабаритной квартиры, собаки будет вполне достаточно. Ему хватит места, и призвиться, и поиграть, и все сделать. Так, время. И десятый пункт. Несмотря на его маленькие размеры, Йорки очень смелый и храбрый. Он и на улице будет готов вас защитить. А главное, когда кто-то подходит к входной двери, курьер или доставщик, Викиг всегда заранее это слышит, начинает гавкать и предупреждает меня об этом. То есть, и с той стороны понимаю, что здесь собака, может быть, даже овчарка. И я понимаю, что кто-то подошел к двери. Фу, все, я успела. Бонусный пункт я не успела, но я его скажу так. Одиннадцатый пункт, который я считаю достаточно весомым. Если вы модник или любите сами одеваться и наряжать кого-то в одежке, то Йорк тоже вам идеально подойдет. Потому что у Йорка в шерсти их практически не греет. Она как человеческий волос. И, соответственно, в очень холодную погоду или в сырую, ему будет нужна защита. Поэтому вы сможете, ну и как бы себя развлечь. И собаке приятно сделать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. А самое главное, напишите внизу в комментариях, какие плюсы вы знаете. И можете рассказать еще про Йорков. Будет очень приятно прочитать. И всем до новых встреч. Пока-пока. Бегушечки, давай по нашей старой доброй традиции. Ребята, всем пока-пока. Квикош, а мы не будем шуршать в камеру. Срочно, срочно. Ты решила мне глаз смотреть? Квикош. Так, кому взяла? Ну вот я тебя расхвалила, а ты... Срочно. И я хочу сказать, что у нас есть. Я хочу, я хочу... Я не хочу.